Всем огромный привет! Очень рада видеть вас на своем канале. Кто в первый раз, мой никнейм Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробелов. А сегодня у нас будет видео о пустых баночках, так как уже скоро Новый год. Нужно очищать свое жилье от всего ненужного, от всего старого. У меня здесь скопился огромный пакет, и это еще не все с пустыми банками. То есть у меня вот такой вот пакет и, наверное, еще такой же. Я постараюсь как можно компактнее в нескольких видео вам быстренько показать все самое интересное из своих закончившихся продуктов. И поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Первое, что у меня здесь попадается, это несколько продуктов от Цупаки. Это дочерняя компания Shiseido. Это очень популярный, несколько лет назад был уход. От Цупаки у меня из серии Damage Care шампунь. Из серии Shining у меня здесь с натуральным Цупаки маслом кондиционер. И также из серии Damage Care у меня здесь маска. Все продукты у меня до конца не использованы. Вот здесь даже по весу больше половины. Шампунь чуть больше использован. А в маске даже, можем сейчас посмотреть, сколько там осталось. В маске ровно половина осталось. Все эти продукты у меня стоят с начала 2014 года. Ими пыталась пользоваться я, ими пыталась пользоваться моя мама. И никому эти продукты не подошли. У меня на тот момент были длинные волосы. И эти продукты, они утяжеляют волосы, делают их очень гладкими такими. При этом они никак не влияют на здоровье волос. То есть у вас волосы, как бы по сути, да, когда вы уложите, в общем-то нормальные. Но они очень быстро становятся жирными. И при этом их состояние не улучшается. У меня такое чувство было, что вот они как будто пленкой покрыты вот этой вот. А как только смываешь все это, волосы еще в более худшем состоянии, еще более пересушены, еще более ломкие. Поэтому данный уход я никому не советую. Мне он не подошел. Очень как-то волосы после него быстро пачкаются. При этом никак они, эти продукты, не помогают именно здоровью волос, не помогают избежать сечения. Отвратительный уход вот никому не советую. Наоборот, любимчики мои это сыворотки от Evelyn. Сыворотки для ресниц. У меня здесь сыворотка 3 в 1, Bio Restore комплекс. Также у меня здесь со-слэш-бустер, комплексная сыворотка для ресниц 5 в 1 с маслом орган. Они продаются в подружке, они продаются в спектре, они во всех подобных магазинах продаются. Мне больше нравится именно вот эта золотая версия, хотя зеленая тоже была очень даже. Это, в общем-то, очень неплохой продукт, именно как база для ресниц под тушь. Они неплохо влияют на здоровье ресниц, а ресницы с этими сыворотками меньше выпадают. При этом они никак, естественно, не влияют на рост ресниц, на их, в общем-то, какие-то показатели. То есть это именно сыворотка, с помощью которой вы не сможете отрастить ресницы, сделать их гуще, богаче. При этом тушь с ней держится лучше, именно вот визуальный эффект более распахнутых ресниц, более объемные ресницы, более густые ресницы. Именно как база вот под тушь, она не так работает. На сами ресницы, действительно, вот я заметила, что только меньше выпадают. А так, в общем-то, более как декоративный продукт я использую, но они действительно классные. Следующий продукт это крем антицеллюлит Форте от компании Кора. Это российский бренд, продается в аптеках, легко найти. Неплохой крем, именно антицеллюлитный, он очень хорошо увлажняет кожу, очень хорошо ухаживает за кожей. Действительно, какого-то там дикого эффекта, что я избавилась от всего своего теллюлита на всем своем теле, я не заметила. Но именно как уходовый такой крем, очень неплохо работает, хорошо впитывается, хорошо работает именно с кожей, делает ее более напитанной, более гладкой. Неплохой очень крем, поэтому тоже, в общем-то, если выбирать антицеллюлитный крем, как такой именно хороший вариант, хороший именно питающий вариант. Да, в общем-то, крем очень даже классный. Более того, здесь хороший объем, 200 мл, и здесь помпа. Это очень удобно, вы можете выжать именно, тут хорошая помпа, вы сможете выжать именно столько, сколько вам надо крема. Следующий продукт также от Кора, это средство мне больше понравилось, это сливки для тела, это просто был мой must-have, потому что они безумно увлажняющие, очень хорошо работают с кожей, очень хорошо убирают сухость и очень хорошо убирают дискомфорт. Особенно вот после, допустим, каких-то процедур типа бритья, очень классно работает продукт, поэтому вот как раз сливки для тела от Кора, это крутой увлажняющий именно продукт, который очень хорошо работает с кожей, поэтому вот эту вот вещь я вам советую. Следующий продукт это Дафф, увлажнение питания, молочко для тела, для сухой кожи, в принципе, хватит мне писать, что за люди, только села, начинают писать. Дафф, увлажнение питания для сухой кожи, не сказала бы, что совсем для сухой кожи, как обычно, хорошее молочко для тела, увлажняющее, естественно, о каком-то там хорошем составе, как, допустим, вот здесь в сливках, в этих, здесь очень даже приятный состав, очень много полезных ингредиентов, очень много масел, здесь, конечно, этого нет. Но как именно такой уход ежедневный, неплохое молочко, мне очень понравилось. Но, естественно, для сухой кожи они здесь, наверное, погорячились, для нормальной кожи, да, вообще будет идеально. Следующий продукт, который у меня закончился за этот промежуток времени, это Плияна, регенерирующий крем, интенсивное питание, здесь 30 мл, упаковка очень крутая, здесь вот такая вот тоже помпа. Классный продукт, классный крем, это действительно крем, который меня поразил, потому что я им пользовалась в холода прошлой зимой и по весне. Это продукт, который напитывает вашу кожу, он просто преображает вашу кожу, при этом с него не скатываются никакие декоративные продукты, которые вы следом наносите. То есть он впитывается, конечно, минут 15-20, но после этого он полностью впитался в кожу, он не остается, вообще не остается на вашей коже. Крем, кожа при этом напитанная, бархатистая, очень увлажненная, прям вот сияющая здоровьем, даже вот действительно в холода мою обезвоженную кожу от сухости, от шелушения спасал этот крем просто на ура. При этом он не перепитывает кожу, что самое главное, он не остается пленкой на коже, на нем держится прекрасно любая косметика, не течет, не сползает. Супер крем, если у вас сухая кожа, если у вас чувствительная кожа, если у вас обезвоженная кожа, я очень вам советую на зиму взять именно вот этот вот интенсивный питательный регенерирующий крем, потому что он работает просто идеально. Также здесь не очень большой объем, 30 мл, вы его используете как раз-таки за сезон. И, конечно же, упаковка это отдельное, спасибо производителю, потому что упаковка очень удобная и вот даже такая стильная, смотрится очень классно на туалетном столике. Следующий продукт из нелюбимчиков это репейное масло от компании Вейс. Наверное, это Вейс читается. Это репейное масло, которое у нас эффективно пресечение ломкости выпадений волос, сухости кожи головы, стончения волос, потери их блеска. В общем, репейное масло все знают, что очень полезная штука для волос, но вот не это репейное масло, нет, вот вы его увидите, нет, вообще никогда не берите, потому что это отвратительная гадость. У меня полный бутылёк здесь. Это репейное масло вот я наносила на корни волос, и знаете, чтобы вымыть это репейное масло с головы, вам, наверное, придется половину волос потерять, пока вы его вымойте, потому что оно вообще не вымывается из волос, это просто какая-то отвратительная дрянь. Вот я не помыюсь этого слова, потому что оно никак не вымывается из волос, оно безумно какое-то жирное, склизкое, и, по сути, если вы почитаете состав, то тут, господи, чего тут только нет, помимо этого несчастного масла, жуткое масло в общем, никому не советую, отвратительное, абсолютно никак его не вымыть из волос, естественно, на никаком восстановлении, после того, как вы раз пять шампунем пытаетесь смыть эту субстанцию со своей головы, уже ни о каком восстановлении речь не идет. В общем-то, никому не советую, вообще, выходите стороной за три километра. Следующий продукт – это мицеллярный гель для снятия макияжа с глаз, от L'Oreal, для чувствительных глаз подходит, без спирта, в общем-то, это такая версия, гелеобразная, по сравнению с обычной мицеллярной водой. Я так скажу, очень многие девчонки жаловались, что им не понравился этот продукт, я так скажу, что он неплох, он смывает хорошо макияж, он не раздражает глаза, но сама мицеллярная вода лучше, то есть, выбирая между вот этим продуктом и мицеллярной водой от L'Oreal, я выберу мицеллярную воду. Единственный плюс, что здесь 125 мл, меньше объем, можно взять с собой в дорогу, и он достаточно медленно расходуется, а так, в общем-то, наверное, все-таки мицеллярная вода, она поприятнее будет. Следующий продукт, которым я закончился, это Clorans Eclat Minut, это их знаменитый блеск бальсам, который потрясающе восстанавливает кожу губ, у меня это, по-моему, второй оттенок, я сейчас себе взяла более яркий, которым я на губах восьмой оттенок ягодный, это лучшие блески для губ, из всего, что я знаю, потому что они потрясающе ухаживают за губами, они очень круто смотрятся на губах, и просто очень классная вещь. Следующее, что у меня закончилось, это мой любимый корректор от Shiseido, для области вокруг глаз, у меня был в 102 оттенке, я на самом деле подсаживаю всех окружающих на этот корректор, но сама я уже, честно говоря, у меня это уже, это был второй, у меня сейчас третий, еще у меня где-то в пустых банках, еще один валяется должен, это суперский корректор, который действительно очень хорошо работает на области под глазами, очень хорошо убирает всякие синячки под глазами, очень хорошо подсвечивает эту область, увлажняет эту область, абсолютно никак не сушит, мне, честно говоря, хочется просто чего-то уже нового, и поэтому я, скорее всего, выберу другой корректор в следующий раз, а эти корректоры я просто нежно люблю, очень крутые, и, кстати говоря, здесь 3,8 мл, во всех остальных люксовых продуктах 2-2,5 мл, поэтому это, помимо того, что очень классный продукт, очень эффективно работающий, он еще в большом объеме, если вы сравнивать будете цены, то выходит очень бюджетно. Следующий мой любимый корректор, именно для каких-то проблем на лице, это NARS, он у меня тоже закончился, это Radiant Creamy Concealer, у меня был оттенок Medium 1, Pustard, наверное, он называется, классный корректор, он подразумевается у марки под глаза, под глаза он мне не пошел, слишком видно на моей тонкой области вокруг глаз, но это классный именно продукт для того, чтобы корректировать какие-то действительно очень серьезные проблемы на лице, то есть я его использовала для того, чтобы закрывать венку вот здесь, и какие-то корректировать несовершенства на лице, держится как прибитый, идеально все закрывает, он очень плотный, очень много пигмента, классный продукт, именно вот для таких целей, поэтому тоже советую присмотреться, если его бьюти-блендером разносить под глазами, то тоже, в общем-то, он будет хорошо смотреться, но я, наверное, советую больше для вечерних, каких-то серьезных макияжей вот этот продукт. Также у меня от NARS закончилась просто моя любимица, мой must-have, я не знаю, где сейчас в Питере, их смелее, просто эти базы, я не знаю, где мне сейчас найти, это их Pro Prime база под тени, это потрясающий продукт, это лучшая база, которая у меня когда-либо была, она именно такая силиконистая, тонкая, очень тонко ложится, к ней любые тени на этой базе смотрятся дорого, хорошо, они прекрасно тушуются, с ними просто вот любые тени на этой базе становятся идеальными, ничего не скатывается, ничего не опадает, потрясающая база, я просто без нее как без рук на данный момент. Я, наверное, в этом видео сейчас допокажу всю декоративку, которую найду, закончилась у меня так же, точнее не закончилась, она просто испортилась по всем показателям, скорее всего, Bourjois Rouge Edition Aqua Lack, это помада в 0,2 оттенке у меня была, она просто уже расслоилась, стала невкусно пахнуть, она мне нравилась, но она почему-то исчезала с моих губ, оттенок у нее был классный, но вот я заметила, что она вот в начале использования была абсолютно другая, она была очень мягкая, очень классно смотрелась, достаточно стойкая была, ухаживала за губами, а потом как будто ее кто-то подменил с какого-то момента, она начала исчезать с губ, я думаю, что скорее всего у нее с течением времени меняется формула, под воздействием того же кислорода она окисляется и портится, потому что помада сама по себе, она реально вот даже в тюбике я вижу, она расслоилась, следующее, что я выбрасываю, это от Ardeka карандашик, вот такой вот бюджетный аналог, бесцветный и прозрачный карандашик от Dior, мне он не понравился, потому что у него грифель очень сильно крошится, тут и так вот он не очень большой, потому что это механический карандаш, он почему-то очень-очень сильно крошится, мне этот продукт не понравился, поэтому если есть деньги, берите Dior, если вы его найдете, потому что его очень тяжело сейчас найти в магазинах, практически нигде нет. Следующий, это карандашик от Tarte, он тоже просто испортился, но я им в принципе не очень активно пользовалась, это вот карандашик из какой-то лимитки, который у меня есть там, он Eau Naturel у меня, лимитка от Tarte, и в ней был вот этот карандаш, с одной стороны он какой-то болотный, с другой стороны сиреневый, и такие странные оттенки достаточно, на моих глазах их практически не видно, и поэтому я им не пользовалась, и сейчас я думаю, что ему уже там логический конец пришел, судя по тому времени, сколько он у меня валяется, я его решила просто уже выбросить. Следующая вещь, которая у меня закончилась, это тушь от Chanel, это Le Volume de Chanel, это моя любимая тушь, с такой силиконовой кисточкой, советую эту тушь, это моя самая любимая тушь из люкса, она делает потрясающе красивые разделенные ресницы, вот таким вот веером огромные объемные ресницы, это лучшая тушь из люкса, именно вот это единственная, наверное, тушь на данный момент, из люксового сегмента, которую я считаю, что стоит своих денег, все остальные, все, что я пробовала за последнее время, ну это вообще никакие ворота, я за эти деньги, которые я могу потратить на люксовую тушь, могу купить себе там 3 L'Oreal туши, они единственное, что сохнут очень быстро, но в общем-то то на то и выйдет, и я получу от L'Oreal эффект, который я хочу, здесь же, конечно, все-таки даже L'Oreal, наверное, будет по эффекту хуже, мне эта тушь намного больше нравилась, но, конечно, она и стоит, она стоит дорого на данный момент, не знаю, буду ли покупать еще, вот, но вообще, именно если есть деньги, если есть желание, то попробуйте, не пожалеете. Закончился у меня в этом году мой любимый BB Glow, Baby Glow от Guerlain из серии Метеориты, это их флюид тональный, у меня был в четвертом оттенке, я опять-таки обновила и купила себе такой же на лето, это лучший тональный продукт на лето, потому что он потрясающе работает, он увлажняет кожу, он предотвращает пересыхание, пересушивание от солнца, он не течет никуда, он очень хорошо работает для того, чтобы создать идеально ровный тон лица, он хорошо подсвечивает, просто это лучший продукт на лето, который практически не видно на коже, делает кожу потрясающе здоровой, за счет даже светоотражения, если у вас есть какие-то серьезные проблемы, там прыщики на лице, их даже на общем фоне здорового лица не будет так заметно, в общем, очень классный продукт, советую, также вот на лето приглядитесь. Также у меня здесь Catrice, Eyeliner Pen, это фломастер в черном оттенке, подводка, вот так это все выглядит, мне не понравилось, я этим даже и не пользовалась, потому что я первый раз открыла, попыталась нарисовать стрелки, у меня этот фетровый наконечник почему-то вообще не рисует, мне эта подводка не понравилась, никому не советую. Закончился у меня клей для накладных ресниц, у меня это Ardell, да, это у меня Ardell, мой самый любимый крем, я не покупаю, крем, господи, клей, я не покупаю до, от MAC, что-то меня жаба поддушивает, но на тот момент, на тот момент, когда я его покупала, я, по-моему, не дошла просто до MAC, не смогла взять это до, купила вот этот Ardell, пользовалась им несколько лет, пока он тут остатки какие-то уже не засохли, купила опять такой же, мне он очень нравится, у меня глаза достаточно чувствительные, за счет того, что у меня линзы, но этот клей работает просто идеально, мне с ним удобно клеить ресницы, мне удобно их снимать, это самое для меня главное, но у меня этот клей не вызывает никакого разторжения и отторжения, и, в общем-то, очень классный бюджетный продукт, стоит там в районе 300 рублей данный клей. Twist Fusion, это сыворотка для роста ресниц, у меня также закончилась, у меня где-то лежит еще одна упаковка, видео целое снимала об этой сыворотке, сыворотка действительно работает, за месяц она вам отрастит, потрясающие длинные ресницы красивые, обязательно вам прикреплю ссылку сверху, поэтому сыворотку данную я советую, действительно рабочий продукт, стоит порядка тысяча, по-моему, уже 800 рублей, но она, я считаю, что стоит своих денег, она действительно работает. Я думаю, это все на сегодня, иначе видео выйдет огромным, ждите следующей серии пустых баночек, она обязательно будет в ближайшее время, поставьте пальчики вверх, если вы любите видео о пустых баночках, напишите в комментариях, что из данных продуктов вы пробовали, и какое у вас мнение о них, возможно, он совпадет с моим, возможно, и нет. И это все, всех вас люблю, целую, до встречи в следующих видео, пока-пока!